Чем занимаются воры в законе по данным МВД, всего на территории России действует приблизительно 200 воров в законе. Они являются идеологами преступных группировок, а также своего рода третейскими судьями во время возникновения разногласий между преступными группами. Кроме того, воры в законе контролируют ресторанный и горный бизнес, проституцию, незаконный оборот наркотиков. Большое число криминальных авторитетов проживает также в Южном федеральном округе, где они контролируют гостинично-курортный бизнес и производство алкогольной продукции. По данным правоохранительных органов, в последнее время воры в законе отказываются от выполнения установленных для них криминальной средой законов. В частности, вопреки этим законам они переходят на легальный бизнес, пытаются проникнуть в промышленность, используя связи с коррумпированными чиновниками и подставных лиц, внедряются во властные структуры. Последнее задержание В основном воров в законе задерживают за наркотики, однако среди инкриминируемых им преступлений есть и разбойные нападения, кражи и случаи мошенничества. Так, в апреле оперативники управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Челябинской области задержали криминальных авторитетов. Задержанные, по кличке Мамука и Лимпус, подозреваются в разбойном нападении на зал игровых автоматов в Каштыме. Спецоперация по задержанию рецидивистов прошла одновременно в двух городах Южного Урала. Уроженцы о Грузии Мамук Куни Бееридзе задержали в Калининском районе город Челябинска. Правая рука Мамуки, выходец из республики Дагестан Даудав Абдула, по кличке Лимпус, был задержан в Каштыме в Кафе Лотос. Вместе с преступным авторитетом бойцы отряда милиции специального назначения задержали еще шестерых членов преступной группы, также выходцев с Кавказа. По оперативной информации, Мамука, близкий друг вора в законе Рауля. Рауль также был задержан в начале года в Москве сотрудниками УБОПа ГУВД Челябинской области и ФСБ. Южноуральский криминальный авторитет находился в федеральном розыске за совершение разбоев и вымогательства автомобиля Мерчадесу жителям Магнитогорска. Проживавшие в Каштыме Мамука и Лимпус имеют несколько судимостей. Они отбывали наказание из-за угона автотранспорта, незаконный оборот боеприпасов, вымогательства. В апреле, угрожая бейсбольной битой персоналу зала игровых автоматов в Каштыме, преступники похитили около 30 тысяч рублей и разбили игровые автоматы. По данным милиции, члены банды виновны также в вымогательствах и мошенничествах. Жертвами организованной преступной группы становились мелкие коммерсанты Каштыма и Челябинска. В марте сотрудники столичных правоохранительных органов арестовали еще одного 33-летнего вора в законе. Сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу задержали уроженца Грузии по кличке Царуц около дома номер 101 на Ярославском шоссе. Ранее судимый грузин имел при себе пистолеты 4,5 грамма героина. Также вместе с ним был задержан 32-летний безработный, у которого обнаружили 3 грамма героина. С Руцци был экстрадирован на родину. Между Россией и Грузией существуют договоренности, по которым задержанные воры в законе высылаются на родину. Недавно в Грузии был принят закон, согласно которому лица, позиционирующие себя как воры в законе, только за это могут быть осуждены на срок до 10 лет лишения свободы. В январе в Москве был задержан 36-летний казбек Шех Булатов, по кличке Казбек Рыжий, который, по данным правоохранительных органов, являлся лидером чеченской организованной преступной группировки. Вор в законе К.Шех Булатов разыскивался с июля прошлого года. По оперативным данным, уроженец горного села Шалажу контролировал в Москве несколько преступных групп, состоявших из его земляков. В основном они занимались грабежами, разбойными нападениями и угоном автотранспорта. На территории РФ действует около 100 преступных организованных группировок численностью около 4000 человек. Около 70 криминальных структур осуществляют деятельность в экономической сфере, остальные продолжают специализироваться на убийствах, разбойных нападениях, грабежах и вымогательствах. Наибольшее число таких ОПК действует в Центральном, Сибирском, Приволжском и Южном федеральных округах. По данным МВД, преступные сообщества активно пытаются распространить свое влияние за границей и наладить транснациональные связи. Они имеют хорошо налаженные контакты в 40 государствах, в первую очередь, конечно, в странах СНГ. В последнее время все криминальные формирования предпринимают попытки расширения экономической основы, они стремятся увеличить долю легальной экономической деятельности. Кроме того, преступные лидеры пытаются дистанцироваться от криминально-уголовной среды и внедриться в органы власти.